Здорово, ютуберсы! Здорово! Вы тоже получаете свою толику контента. Локомотив только что обыграл Ахмат со счетом 1-0, играя 70 минут в десятером и 30 минут в девятером. А может быть даже больше. Я не помню, на какой минуте Нинахов получил свою вторую желтую карточку. Но это был очень значительный период времени, когда команда играла в девятером. А если в десятером играть еще в целом не так уж и страшно, то играть в девятером, это любая нормальная, адекватная команда, которая умеет играть в футбол, она все-таки преимущество в два футболиста, она должна за полчаса хоть раз дореализовать. Поэтому здесь наши футболисты огромные молодцы, провоявили огромную самоотдачу, но вместе с тем мы должны понимать, что, естественно, здесь и большая заслуга того, что против нас играл Ахмат, у которого в нападении играл Гамит Агаларов, который с пяти метров может ударить в угловой флажок. Вот, поэтому лучше, конечно, не допускай ситуации, при которой Локомотив играет в девятером. Порадуемся тому, что мы дотащили этот матч до победы. Это вау и это супер. Но, тем не менее, есть определенные вопросики по тому, что мы делали. И в первую очередь, конечно, у меня сейчас накопился уже багаж вопросов к Михаилу Галактионову. Все началось со стартового состава. В стартовом составе у нас произошла одна единственная замена. И этой заменой стал Станислав Макеев, который вышел вместо Дмитрия Баринова. У Баринова четвертая желтая карточка в прошлой игре. Он пропускает матч. Но вместо того, чтобы выпустить опорника, номинального опорника, например, Даню Куликову или, например, Константина Мордишвили, но о нем чуть позже, он выпускает Стаса Макеева на позицию опорного полузащитника. Хотя ни разу в товарищеских матчах при Галактионове он этого не делал. Ни разу Макеев у него не вышел в опорную зону. И он, ну, Галактионов толком не знает, как Макеев там играет. Так что это очередной такой полуэксперимент, который закончился на 20-й минуте тем, что Макеев получил вторую желтую карточку. Был ли хорош Макеев в эти 20 минут? На мой взгляд, на мой взгляд, ничего особенного Макеев команде не дал. Он боролся, он бегал, у него была капитанская повязка на плече. И ощущение было, что Макеев пытается заменить Дмитрия Баринова по влиянию на игру. Поэтому Макеев все время бросался в единоборство. Но Макеев не является Дмитрием Бариновым. И там, где Барра играл на грани, но чисто, Макеев играл с использованием локтей, пальцев, рук и всего такого. В итоге желтая карточка за то, что он ткнул пальцем в глаз Бериши. И желтая карточка за то, что он ударил локтем в затылок Садулаева, по-моему, или кому-то из них. Я, на мой взгляд, обе желтые карточки действительно заслуженные. Но вопросы скорее к Галактионову, который ставит Макеева в центр поля, совершенно не тестируя это вообще ни в одном из матчей. В итоге хорошо, что локомотив к моменту того, как Макеев удалился, уже вел со счетом 1-0. Блестящий гол забила крылесоветовская связка. Глушенков с фланга отправил Пеняева к воротам Шелли. И Пеняев классно реализовал свой выход 1 на 1. Еще в прошлых матчах я вам говорил о том, что, ну, если Пеняев будет вот так вот играть, то голы вообще не за горами. Что, скорее всего, Пеняев забьет уже Ахмату. Ну, так оно и случилось. То есть, действительно, для Ахмата вот такие вот резкие рывки за спину, это смертельно, ну, смерти подобно. И то, что Пеняев такой рывок сделал, это хорошо. Если бы не удаление Макеева, я уверен, что такие рывки еще и еще у локомотива бы проходили. Собственно, у Пеняева, у того же Пеняева был еще один такой же момент. Но он с левой ноги, уже с другого фланга, ему пришлось бить левой ногой. И он не очень удачно пробил прям в руки Шелли. Такие бы моменты проходили, но, к сожалению, было удаление Макеева, из-за чего локомотив перешел со схемы 4-2-3-1, или даже больше похоже на 4-2-2-2, потому что Глушенков часто оказывался на одной линии с Дзюбой, на 4-4-1. И вот здесь у меня второй вопрос появился к Галактионову, потому что в схеме 4-4-1 Дзюба становится бесполезным. То есть Дзюба на поле находится для того, чтобы выигрывать верховые единоборства. И это более-менее полезно на стандартах у своих ворот, но абсолютно бесполезно впереди. Дзюба ни за что не зацепится лично в одиночку. Дзюба может скинуть кому-то мячи, но у тебя вся твоя линия полузащиты, она играет очень глубоко. А в перерыве Галактионов меняет Глушенкова, человека, который отдал голевую передачу и был одним из самых активных игроков первого тайма, на Куликова. Про Куликова мы знаем, что он активностью вообще не отличается. То есть он может сыграть в обороне, он заполнит пространство, но это не тот человек, который будет выходить под скидки Дзюбы и пытаться куда-то мяч вперед протащить. Это вообще не про Даню Куликова. В итоге мы продолжаем играть 4-4-1 и у нас еще одна потенциальная бомба на фланге находится. Это Максим Нинахов, про которого мы тоже прекрасно знаем, что это не самый чистый футболист в мире в плане своих отборов. Он может в любой момент получить желтую карточку, он может не успеть к эпизоду. И он играет против Бериши, и у него уже есть желтая карточка. Но ты ничего не делаешь, и до 60-й минуты Нинахов находится у тебя на поле, после чего Бериши его ловит на том, что успевает проткнуть мяч, а Нинахов наступает ему на ногу и получает вторую желтую карточку. Когда Галаксионов поймет умения и способности своих футболистов, почему не было заменен Нинахов в перерыве, имея желтую карточку, или хотя бы через 10 минут после начала тайма, когда ты видишь, что характер игры остался точно таким же, что Бериши продолжает возить всех подряд, и это просто очень огнеопасно. Ну или хотя бы, не знаю, Нинахова и Текнезяна местами поменять, Нинахова налево отправить, Текнезяна направо, чтобы если что, желтую карточку получил Текнезян. Ну, как вариант, как бредовый вариант, но тем не менее, часто тренеры тоже так делают, они уводят игрока с желтой карточкой из-под удара. Галаксионов этого не делает. До 60-й минуты у нас ровно одна замена, это Куликов-Глушенков. Игра у Локомотива после 20-й минуты развалилась. Мы не смогли убежать ни в одну толковую контратаку. Один раз убежали, хорошо, один раз в девятером уже убежали. Убежали это Антон Миранчук и Константин Мордишвили. Но, к сожалению, Костя, который вышел вместо Дзюбы на 75-й минуте, вышел уже уставшим. Это большой вопрос, как так получилось. Либо Константин пропустил какую-то значительную часть межсезонья, травму получил или накануне травму получил, или болел. Но мы увидели, что, во-первых, на какой-то там 75-й минуте, на 80-й, он не смог сделать рывок под передачу Антона, и в итоге, соответственно, его защитники накрыли. А на 90-й минуте у Мордишвили начало сводить ноги. И, ну, а как? А как? Человек на 15 минут вышел, и у него уже ноги сводят. Значит, что-то не то с физической формой. Значит, Константин Мордишвили по каким-то причинам, в принципе, не готов был играть в этой игре. И вышел, потому что, ну, вот, кого-то надо было выпускать. Правда, выпустили не Михаила Щетинина. Опорника, который, в целом, неплохо провел межсезонья. А все-таки опытного Мордишвили. И, ну, вот, если бы мы тогда забили в том моменте второй, было бы гораздо спокойнее. А так мы не забили второй. В итоге Ахмат давил-давил, давил-давил, давил-давил. И к второму удалению уже это давление стало постоянным на вороты Лантратова. Но я еще раз, я еще раз просто хвалю спортивную дирекцию Локомотива, которая перестала страдать херней и купила вратаря в Локомотив. Илья Лантратов, мой краш, моя любовь. И я его просил, не знаю, два года в Локомотив. Вот он только этой зимой пришел, и он уже спас нам очки с Ростовом, когда сделал феноменальный сейв от удара Байрамяна. И сегодня просто чумовой сейв после удара Агаларова головой из дальнего угла. Как он среагировал, как он выкинул руку. Ну, можно только поражаться его вратарским умением. Огромнейший молодец. И абсолютно заслуженно получил статуэтку лучшему игроку матча. Без него, конечно, этой победы было бы не видать. Но еще один скрытый герой – это Артем Карпукас. Меня перед началом трансляции спрашивали, не думаю ли я, что Карпукас сдулся. Вот сегодняшний матч показал, что Карпукас, как и вся, в принципе, наша команда, она потихонечку выходит на свою пиковую мощность, на свою пиковую форму. И Карпукас в очередной раз выдал сумасшедший матч. Огромное количество отборов, перехватов, перекусил весь центр. При том, что большую часть матча фактически он играл один в этом самом центре поля. Макеев удалился на 20-й минуте, а Куликов, ну, помогал, конечно. Но, прямо скажем, часто мы его в игре не видели. Отмечу игру центра обороны. Мы сыграли на ноль. И в этом матче очень много ложилось на плечи оборонительных игроков, потому что Агаларов достаточно юркий, Бериша достаточно юркий, Олейников, Лечису Дулаев. Я опасался, я очень боялся то, как будет играть наша линия обороны. Но в итоге, за исключением ударов из-за пределов штрафной и буквально нескольких ударов головой, наша линия обороны, которая подверглась огромному давлению, просто сумасшедшему давлению, она выдержала и не пропускала удары изнутри штрафной по воротам Лантратова. Это то, что я хотел, это то, на что я надеялся. В матче с Спартаком мы пропускали эти удары. Постоянно Спартак находил возможности для того, чтобы изнутри штрафной бить по воротам Локомотива. Здесь мяч до Лантратова доходил очень редко, но в ключевые моменты, когда он все-таки доходил, Лантратов был на месте. Так что сегодня достаточно неплохая оценка у меня будет для Конти, точно для Кузьмичева. Тоже, хотя у Кузьмичева есть совершенно идиотская ошибка, когда он зачем-то начал то ли принимать мяч, то ли от него отрикошетил мяч, и он вообще не ожидал, что мяч к нему попадет. Но в итоге одна из самых опасных атак Ахмата случилась как раз из-за того, что мяч попал в Кузьмичева и отскочил обратно игроку Ахмата. Локомотив выиграл второй матч подряд в российской премьер-лиге. Много говорилось о том, что у Локомотива очень тяжелый старт. Мы играли с Ростовом, который был на третьем месте, с Ахматом, который был на шестом месте. Добыли 6 очков и чувствуем себя теперь гораздо увереннее, чем в межсезонье. Если посмотреть на турнирную таблицу, то сейчас Локомотив уже догнал пари НН по очкам. Уже очень близок к крыльям советов и вот оторвался от факела, от химок, от торпеда. Это хороший позитивный знак. Если дальше продолжим набирать очки в хорошем темпе, то и борьба за 10, 9, 8 место тоже к нам придет. Следующий матч Локомотив проведет против Краснодара, насколько я помню. Домашний матч против Краснодара. Мы снова не досчитываемся двух футболистов Макеева и Нинахова. Нинахов до 60-й минуты играл круто. Первую желтую карточку получил абсолютно идиотскую, вторую желтую карточку по неаккуратности. Нам его будет не хватать. Сегодня Смольников в очередной раз мне не понравился. Пожарил, играл, ну, ненадежно играл для своего опыта и для той роли, под которую его, собственно, выпускали на 60-й минуте. Может быть, имеет смысл Митая выпускать на правый фланг, тем более, что мы уже играли с Краснодаром дома, с Митаем на правом фланге обороны, и это было достаточно неплохо. Но можно сказать, что Локомотив уже не тот, который был в конце осени, и, может быть, теперь мы не проиграем Краснодару. Да, у нас еще матч с Акроном на неделе, но там эти дисквалификации не действуют. Очень крутой матч в плане командного становления, командного духа того, что игроки вот после такой игры просто обязаны в себя поверить. Если до этого у нас было много проблем с тем, что Локомотив валится, Локомотив выходит на матч, не веря в себя, и Локомотив, пропуская первый же гол, перестает играть в футбол, то вот такие вот матчи, где, ну, у тебя удаляют двух футболистов, а ты все равно побеждаешь, они очень серьезно тебя бустят, и ты себе очень серьезно в ментальном плане добавляешь. Так что такой матч, конечно, я бы не хотел никогда в жизни смотреть ничего подобного еще раз, но для Локомотива такая игра, это очень и очень полезно. Я думаю, что теперь гораздо чаще будет такая ситуация, когда Локомотив, может быть, играет средне, а у него все равно залетает. Если помните, в осенней части сезона Локомотив мог играть хорошо, а у него не залетало. Это вот как раз от менталки, от того, что ты уверен в своих силах, от того, что ты знаешь, что, ну, в конце концов, ты все равно сильнее, и ты все равно победишь. Вот такие матчи, как сегодняшняя с Ахматом, этому очень-очень сильно помогают. Ну, я просто рад тому, что нервотрепка 70-минутная завершилась с победой Локомотива. Всех вас с этим поздравляю. Субтитры создавал DimaTorzok